Сегодня второй день по керамикс керамической выставке и с вами сегодня я Илья Галашников с обзором на волшебстве керамики. Здравствуйте! Владимир Сегоревска, Гончар. Я первый раз посетил его с такими, мне очень понравилось. Я увлечен этим был и сейчас увлечен. У меня просто времени не хватало на это все. Решил, думаю, посещу, посмотрю на это все. Увидел, конечно, разнообразие разных форм, глазури разной. Ну и то, что хотел я увидеть, это чернолощеную керамику в выполнении как раз Ильи. Это молочение. Здесь используются два разных вида состава молока. Домашнее молоко и магазинное. Замечательные такие вещи в чайнике. Это чернолощенная керамика. Это используется береза. Не кора, а само дерево березы. Вот это вот использовалась сосна. Другой эффект, да? Ну алюминий тоже поступает. Тоже поступает, да. Но оно более черное получается. Более глубокий цвет получается. Я, кстати, на выставке в Желе гран-при взял. Как раз делал чернолощеную керамику из сосны. На выставке. В прошлом году. А как называется? Выставка? Забытые ремесла. Глина – это жизнь моя, если честно. Я этим живу, этим работаю постоянно. Мне даже во сне снится форма. И с помощью этих форм я уже просыпаюсь, я уже делаю изделия. Ну, в принципе, этим надо жить. Чтобы быть гончаром, этим надо жить постоянно. Круг мне очень понравился. У меня этой же фирмы круги еще... Я самую первую, наверное, взял. Один из первых их фирмы круг. Но еще он был с ремнем, ремневая подача была. А это прям прекрасно работать на нем. То есть можно даже сразу сравнивать с японскими. Работать прекрасно на нем. Валентиночка Красова. Вот мои работы. Работаю в стиле кжельской майонки 18 века. Вот. Ну, с современными своими какими-то взглядами. А вот так все обычные работы. То есть традиционные? Да. Ручная роспись, лепка, гончарная и все подряд. Вот. И, ну, отливаю некоторые работы. А какие-то лепные. Это отлитая вещь. Но там разные росписи всегда, как бы, сложные вещи. Вот. Вот это лепное. Ну, вот это отлитая тоже. Ну, у меня сейчас не осталось уже. Я уже продала почти все. Лепное. Какие-то отлитые. Вот это тоже лепные все. Вот долепленные все. Вот это для чего? Как для чего? Положить что-нибудь на стол, смотри. Туда можно изюм, я не знаю, орехи. Что-нибудь, конфетки. Ну, и заодно эти будут сидеть охранять. Нормально. Да. Вот. Это солонка. Но лепила не я. Это тоже ручная, но не я лепила. Яра только расписала. Вот. А так это соль на стол можно. Вот. Это шкатулка тоже. Но она отливная, правда. А кто там живет? А кто там живет? Жук? Да. Колорадский спрятался. Видишь, это тут сидит. Вот. Вот тут он комарами. Видишь, с комарами и мухами дружу. Вот. Видишь, он такой прямо. И в 17 веке так и писали тоже? Нет. Там писали по-другому. Все были. Но там писали. Писал сын Гусятников. Я уже сейчас забыла. Там окончание фразы. Ну, в конце Аминь. Очень. Ну, потому что люди были верующие. Старообрядцев очень было много. И изображали и птиц, и животных, и растительность разную. И сюжеты разные. Деревенские. Поэтому разнообразие. Но мы, конечно, в своем, в каком-то таком ключе. Теперь будем писать там в поисборке. Да. Вот тут вещь по-другому. Видишь, мой любимый котик. Видишь, написано. Ну, это вот... Котиков мы любим. Вот. Это подсвечник. Сюда свечку ставишь и несешь. Это к Пасхе тоже. Это к Пасхе. Там все это выпрыгивает. Вся вкуснота. Оригинальная. Вот это тоже, ну, пролепленное, как бы, что-то летое, что-то пролепленное. Вот это вот ножки все там. Ну, в общем... А из чего ты летишь? Чуть-чуть какой глины? И красная глина. Вот. Да. И шликер тоже красный. Вот. И все. Ну, бывает и шамота, если покрупнее. Какие-то вещи крупные. Это уже и шамота. Приглашает на фокерамик с осенью. Ну, я еще не знаю, буду ли я, но тут очень интересно. Очень красивые, интересные работы. Художники, керамисты. Очень все увлеченные люди. И с удовольствием все делают. Меня зовут Игорь, я из Молдавии. Я сегодня практически случайно попал на выставку керамики. Меня друг привел сюда. И я нисколько не жалею. И был прекрасно удивлен. Я думал даже, что тут у нас молдавские керамисты. Но оказалось, что молд бывает не только в Молдавии. Но, в общем, это замечательно. В выставку тут очень много хороших работ. Тут замечательные мастера. И сегодняшний день у меня, так сказать, счастливый. Не зря прошел. Так что спасибо всем, кто ее организовал, кто трудился и кто сделал столько прекрасных работ. Всего хорошего. Расскажу только вам. Скоро заработает странная лавочка. Она будет выходить в эфир иногда. Мы будем продавать там странные дорогие штуки. Как, например, вот эта. Не спрашивайте, как она ко мне попала. Один гуманоид должен мне был большую кучу. Не скажу чего. У него не было этих денег. Он отдал мне семейную религию. Плакал. Но долг есть долг. И теперь мы вставляем это на торги. Смотрите, думайте. Тут всего несколько нулей. И этот артефакт может стать вашей. Да здравствует большая лепня. А меня Славой зовут. А по-армянски Макартыч. То есть креститель. Нет, я с рождения Слава. Только я российский. И поэтому с двумя именей живу. С детства. Два имени. Слава и Макартыч. Так. Я очень... Последнее время очень много смотрел, как ты преподаешь, как ты показываешь, как ты... Очень мне нравится. Молодец. Я тоже педагог. У меня педагогическое образование, кроме керамического. Я работал главным художником на Ереванском фарфоровом заводе. Таких, как я, дешечку было по стране. Развалили завод. Разграбили все. По домам разнесли. Остался я. Бесхозный. Ну, возьмите меня. Никто не берет. У меня свое производство в Астрахани. Что-то я поймать не могу. Случайно. Очень случайно. Случайно попал в Астрахань. Когда спасал детей, у меня их трое. Первый самолет, который был в аэропорту на Астрахань, я на него купил билет и улетел. А у нас дома там в Астрахани, в Армении топить нечем было. Газ выкручили, электроэнергию выкручили вообще. Люди голодные, холодные. И поэтому я спасал их. И попал в Астрахань. И пришлось... Хорошо я русскоязычный был. Пришлось искать себя. Без прописки. Эти милиционеры меня ловили. Я им говорил, что я не чурка. Смотрите на лицо. Не смотрите. Посмотрите на руки. А руки не видно. Смотрю на лицо. Смотрю. Хорошо сегодня вещь. Я уже свой. Ваш. Я делаю в основном в аквариум керамику. Для аквариума. Очень большой у меня ассортимент. Ну и на гончатном круге мастер-классы провожу. И керамику такую делаю. Литейную. И не литейную. Ручной. Ручная лепка. Потом. Кувшины. Вазы всякие. Напольные. Вручную собираюсь. Шамота. Ну я умею делать все из глины. Я. Это моя жизнь. Я с детства учился. Это моя профессия. Поэтому. Больше я ничего не умею делать. А. Ему ему есть стихи писать. Шахматы. Хорошо играю. Хочешь? Сыграем? Я чемпион Астрахани среди своих годов. По нардам. По шахматам. Чем союза писателей Астраханской области. Могу тебе стихи прочитать мои. Хочешь прочитать? Подайте мне кусочек суши. Налейте мне стакан воды. Я полечу больные души. И будут райские сады. Все. Я закончил. А где губка? Так. Вязаный. Внутри воротах. Я. Внутри воротах. Внутри воротах. Угончатный фарфор. В технике рисовое зерно. У него есть фарфура. Вот. Соответственно. И все эти отверстия прорезаны. И залиты глазурью. То есть. В этой технике получат очень интересный эффект. Особенно, когда наливаешь напиток. Все это смотрится очень интересно. Вот эта? Это гончарка. Вот. И нет ни одной похожей вещи. Это вот табачная техника. Как вы желаемая. Но обычно. В классическом виде она. Старом. Она используется на грубой керамике. На низкотемпературной. Вот. Здесь я уже применил эту технологию к фарфору. Мне показалось, что на фарфоре она будет смотреться на фарфору. Очень изящно. И походить к этому материалу. В принципе так и получилось. Вот. Как бы. Пока. Пока. Этого никто не делает. Вот. Я первая. С такой фактурой. Которая наносится во время работы. Вот. Она разная совершенно. Получается. То есть опять же. Нервная одинаковая. Вот. Вся прелесть. Каждая вещь индивидуальная. Всегда тонет. Тянется очень тонко. Нет. То есть если брать вещь. Она. При гончарке там. Ну это не. Вот это не просвечивается. А там другой материал. А вот. Вот. Вот этим. Вот. Посвечивается. То есть. Гончарится. Потом слегка подтачивается. И все. Получается. Такое изделие изящное. Это сосуд. Который состоит. Из двух. Стенок. То есть внутренняя стенка. Соответственно. Для того. Для напитка. А наружная. Она. Для того. Чтобы можно держать. Было в руке. Чтобы он обжигал напиток рукой. Вот. Довольно комфортно. Удобно. Задумался он. Как. Сосуд. Для того. Чтобы пить. Матэ. Вот. Но. Многие пьют. Из него. И чай. И кофе. Это очень удобно. Очень приятно. Такая вещь. Есть. Варианты. И. Варианты. У нас есть. Когда. Он. Полностью. Закрыт. Такая модель. Она. Уже. Работает. Термис. Потому. Что. Там. Две. Стенки. И. Между ними. Во время. Обжига. Образуется. Вакуум. Воздух. Расширяется. Глазурь. Заплавляет. Отверстие. Через которое. Соответственно. Когда. Остывает. Там. Присходит. Разряженный. Воздух. И. Когда. Воздух. 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 И. Воздух. И. Воздух. И. Воздух. Воздух. Ты. Я. 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 Сочетается это или не сочетается, это уже для меня судьи, но я захотел здесь посещать. Две вазы, они сделаны, идет смешение как бы стилей, вернее не стилей, а смешение техник, когда используется и жидкое стекло. Вот если посмотреть внутрь, то есть внутренняя поверхность, она сделана жидким стеклом. Тут тянется одновременно две стенки, потом внешняя стенка прорезается и декодолепливается. И потом это все тоже восстановительный обжиг. А эти вещи у меня были сделаны на последнем симпозиуме Гаврилов Ям, прошлым летом, обожженные на 1350 градусов. Зольная глазурь, дровяной обжиг и прекрасная компания великолепных художников со всех стран мира, ну почти со всех. Вот как вот это восстановление. Да, это тоже восстановительный обжиг. И это восстановление, здесь вот мне нравится сочетать техники, когда допустим здесь вот техника табачный ангоп. Плюс табачный ангоп сделан не пигментом, а медью. Медью сделают вообще крайне тяжело табачный ангоп, потому что она очень грубая и растекается. Здесь у меня получилось. Вот. И потом еще восстановление. Вот когда на черепке делаются вот такие, наносится такая акварельная, скажем так, фактура. Вот это, да. То есть если присмотреться, то видно, что это не надглазурка в прямом ее качестве. Это такая мягкая-мягкая техника именно такой акварельности. Вот. Там есть свои тонкости, свои особенности, как это делается. Вот. Просто, просто пигмент, и все так и получится. То есть природа как бы тоже включается в процесс создания того, что ты задумал. А мне получилась очень интересная вещь. Дерзайте. Учитель новой техники, новое сложное соображение, оборудование. Ничего не нравится. Василиса Лисовет. Лисовет с вами. Привет, Лисовет. Глина для меня это путь. И я думаю, что это мой икигай на данный момент. Я рассматриваю глину как свой икигай. Вот. Икигай это совместное сочленение трех вещей. То, что ты можешь делать. То, что у тебя получается делать. И то, что нужно людям. И когда они соединяются, получается икигай. Вот глина мой икигай. А выставка для меня это, конечно, очень круто. Потому что, во-первых, все мастера сидят по своим мастерским. И когда я зову кого-то в гости. Например, Илью. Он говорит, я не могу. Я занят. Много заказов. И я тоже никому не езжу. А здесь я увидела кучу своих друзей. И нашла еще больше новых друзей. Чему я очень рада. Второе, конечно, это потрясающая атмосфера. Праздника, который длится целых два дня. И вокруг очень много красивых вещей, сделанных с душой. И это какая зарядка. То есть я смотрю на это и получаю столько информации, столько позитива. Который меня прям, ну, на будущее какие-то вещи. Ну и третье, конечно, тут очень много информации, которой не хватает. Даже несмотря на то, что есть интернет. Все равно живое общение. Вопрос я могу задать. Вопрос мне, его сразу дадут ответ. Или не дадут ответ. Но, тем не менее, как бы информация, она витает в воздухе. И, в общем, лепите. Глина, это круто. Это земля, небо, вода и человек. Все вместе соединено. Пока. Да. Меня зовут Елизавета. Я организатор FAKERAMICS фестиваля, посвященный одной и только керамике. Следующий, 31 декабря, в Даниловском Эвент Холле будет. Ждем всех заявочки в сентябре. Сегодня уже сейчас воскресенье. И мы закончили нашу выставку. Все собираются. Становится печально, но было очень-очень масштабно. Было очень круто, зажигательно. Было куча эмоций. И настоящей, и очень яркой керамики. Спасибо всем. Спасибо всем, кто пришел. Спасибо участникам и производителям посвященкам. До скорых встреч. Керамисты разбирают свои стенды, упаковывают волшебную и сказочную керамику. И скоро мы встретимся вновь. А пока, а пока лепите вместе с нами из сказочной и волшебной глины. А с вами был я, Илья Калашников, на волшебстве керамики. До скорых встреч.